Французь и Фридшектер Происходит из переселенцев из Баварии Это была большая семья Четыре дяди были еще у Французь и они вели дела нераздельно Его отец был послан братьями учиться в Санкт-Петербург и поэтому Французь родился по новому стилю 7 августа 1859 года в Санкт-Петербурге Еще у Шехтеля было увлечение театром В Саратове в загородном доме у них был сад Тиволи с театральным залом И вдруг Саратов в 1866 году решил построить городской театр И дядя Шехтеля, Франц Осипович, его полная тезка, испугался, что театр городской перебьет их увлечение садом Тиволи и вызвал младшего брата из Санкт-Петербурга Через год Осип Осипович простудился на строительстве городского театра и умирает И выясняется, что Шехтеля из самых богатых людей Саратова становятся самыми бедными Тимофей Ефимович Женин оплатил учебу Франца Осиповича Шехтеля в Саратовской гимназии В 1873 году Тимофей Ефимович скончался неожиданно Францу Осиповичу пришлось учиться в духовной семинарии В 1975 году он его заканчивает и переезжает в Москву и попадает в семьи Третьяковых А в семье Третьяковых зятем их был Александр Степанович Каминский Каминский берет его к себе и устраивает учиться в училище жив в своем изотчестве Вместе с Чеховым Николаем Павловичем, вместе с Левитаном и в мастерской Дмитрия Николая Чичигова Представитель знаменитой династии И у Чичигова он тоже подрабатывает И так он учится там всего два года Через два года он начинает прогуливать занятия Потому что мама сильно больна Ее рассчитали у Третьяковых И первую часть своей жизни Вот с 1978 по конец 80-х годов Он художник-декоратор, художник-иллюстратор Звездный час его начинается, наверное, даже в коронацию 1881 год Александр Степанович Каминский У него несколько было аварий на стройке Он начинает получать всякие претензии У него на время забирают право производства работы И он начинает Шехтелю передавать своих заказчиков И первый заказ, который сделал Шехтель Очень крупный Это усадьба Кирице Фон Дервиза Для Фон Дервиза В Рязанской губернии В 1886 году он женится Женился он на своей племяннице Наталье Тимофеевне Жегиной Дочери вот этого Тимофея Финича Жегина Через год у них родилась дочка Потом сын А потом еще одна дочка В 1902 году он получает гран-при За павильоны на выставке Глазго От выставки Глазго И академия художеств Вынуждена дать ему звание академика И с 1902 года Шехтель всегда подписывал Не просто архитектор Он всегда писал академик Это первый дом Такой в стиле историзма Но с элементами стиля модерн Это было самое дешевое место в Москве Патриарши пруды Это была самая дешевая земля в Москве Центром этого дома был зал с камином Большое окно на фасаде Это его мастерская И начиная с этого особняка Он активно начинает сотрудничать С мастерской Фролова в Санкт-Петербурге А в 1904 году он дом расстроил С ним начал жить племянник еще один И племянница Жегины сюда переехали С Саратова Ну и пойдемте с вами к первому Такому офисному комплексу Который Шехтель построил здесь же Рядом со своими домами Для Талисана Санчелевенсона В 1900 году Шехтель здесь строит Комплекс издательства и типографии Товарищеско-печатни Левенсон Замысловато и со смыслом Как всегда у Шехтеля оформлен фасад Вот эти вот лопаточки, пилястрочки Все оформлены как будто развернувшейся бумагой Это работа реставраторов коневых Которые просто очистили все абсолютно до чиста До основного кирпича и заново все сделали Отделочный кирпич, который они подобрали Он не соответствует тому, который здесь был Потрясающе совершенно делали Президенционные рисунки Они были очень красивые Производственный корпус соединялся С редакционным корпусом через этот доджон Огромные цеха И поддерживались все такими чугунными красивыми Очень колоннами, которые там внутри сохранились И вот, например, 16-красочная машина Акварельные копии они делали Расстояния от краски до краски, видите, нету совсем У нас полтора миллиметра сюда было Если нужно было без расстояния, то это Прибалтик, Финны, Югославия Мы это делать не могли Импортные машины не завозились И остались только вот эти вот машины Которые были еще до революции сюда завезены Это была единственная типография, где принимали женщин-наборщик 30 человек, они самую ответственную работу делали И 200 человек-наборщиков мужчин Наверху был еще амбулаторный прием Каждый день приходил фельдшер И раз в неделю приходил доктор Здесь до 18 века были сплошные болота Был сделан один пруд Попытки осушить облагородие Здесь пасли козы Это патриарша Слобода Где выращивали овощи Патриарши на столу И козы паслись Поэтому козье болото, как называли эти места Отсюда вытекало очень много московских речек Поэтому здесь внутри, под землей текут речки Севец Чертары И многие-многие-многие Их начали заключать трубу только в 1870-е годы Мы пришли с вами к шедевру Шефтеля Особняк Савы Тимофеевича Морозова Говорят, Сава подразил на него миллион рублей Очень любимая Шефтеля готическая декорация Разные арочки, аркатурные Там всякие пинакли, многолестники Гервюры, которые не свод поддерживают А именно как декорация ложатся на этот высокий резолит И ворота охраняет горгулья Особняк Зинаида Григорьевна продала в 1909 году всего за 380 тысяч Ну и последний особняк Шефтеля, который у нас сегодня с вами по пути Первый особняк в стиле модерна Второй, который он строил по своей фантазии Это 1900-1902 год, когда он строил этот особняк для Степана Рябушинского Здесь было куплено несколько участков И этот особняк должен стоять без зелени Вот, московская зелень – это зло Мозаику, которую вы видите И опоясывает три стороны особняка Мозаику делали тоже в мастерской Фролова в Санкт-Петербурге Который делал мозаику спаса на крови Здесь очень красивый кабинет Видите, тоже вот это окно кабинета сделано, как панцирь черепахи Там на третьем этаже у Степана Рябушинского была коллекция икон Он собирал старинные иконы А в 1902 году он прикупил еще один участок И Шехтель выстраивает здесь комплекс служб Гослитесдат тут был Пока в 1934 году сюда не поселили Горького И семья Горького здесь жила до 1976 года Ну, это, надо сказать, вершина творчества Шехтеля 1900-1905 годы были для него годами триумфа У него было огромное количество заказчиков После этого особняка он построил особняк Дерожинской Один из самых лучших своих особняков А потом, когда наступила неоклассика, постепенно заказы начали уходить У него все отобрали Он продал дом, ну, правда, вовремя продал дом во время революции Переехал в квартиру к дочери, которую он купил у Гельриха, когда она выходила замуж в 1917 году Но ему самое главное не давали работать Те сотрудники его мастерской, которые завидовали его щедрости и богатства до революции, они начали им мстить после На сцену вышли люди, которые просто не давали ему работать Тот же Чусев, тот же братья Веснины, которые с ним работали, тот же Адамович Маят, которые были его учениками Пришло другое поколение, которое не давало Шехтелю работ Он заболел очень серьезно, у него был рак кишечника И он умер в больших мучениях 26 июля, может быть, раньше, в 1926 году